Поздравляем вас с этим знаменательным событием. Застройщику вручают разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Итоговая проверка многоэтажки, стройнодзором проведена, собственники получают долгожданные ключи от квартир. Галина Виноградова, коренная сочинка, живет неподалеку в частном доме в Лао. Теперь она еще и счастливая обладательница небольшой студии в центре Тогомыса. Квартира-студия, 34 квадрата, планируется кухня, плавный переход в зал, телевизор, диван, перегородка, за перегородкой спальное место. Осталось сделать ремонт, поставить мебель и можно наслаждаться приятным видом с балкона новой квартиры. Впрочем, заветные квадратные метры в этом доме приобретали не только сочинцы. Вот на этой карте география всех жильцов многоэтажки. И судя по установленным здесь флажкам, квартиры здесь покупали жители Петропавловска, Камчатского, Магадана, Якутска, Читы, Красноярска, Москвы и Московской области. А вот этот флажок находится в городе Лилихамер. Это Норвегия. Семья Петиш приехала в Сочи из Челябинской области. В строительство дома на Батумском шоссе вложилось в 2016-м. Переехать в Сочи и заселиться в новостройку планировали годом позже, но застройщик не успел сдать объект вовремя. Стройка затянулась. Был сдвиг, но мы видели, что строительство дома продвигается, и поэтому мы особо не переживали. Конечно, было где-то у нас немножечко сомнений, потому что знаем, что очень много неблагонадежных застройщиков. Окончание строительства и ввода в эксплуатацию многоэтажки ждали более 200 семей. Еще 8 месяцев назад эти люди входили в число обманутых дольщиков. Объекты долевого строительства исчисляются проблемными, становятся проблемными со следующего дня после истечения договора долевого, обязательств по договору долевого участия. По этому объекту была задержка ввода в эксплуатацию, она не носила сроки год, два, три. Это было исчислилось 8 месяцев, он должен был быть сдан в декабре 2017 года. Вначале у нас было такое, на два года мы получили разрешение, не рассчитали на то, что дом монолитный, очень сложный. Мы думали, что успеем, но мы все усилили были. У нас даже суббота, воскресенье мы работали, каждый божий день работали. У нас так получилось, что по графикам не успевали, потому что дом в самом деле очень сложный был. Но мы продлили, но мы все равно уложились. В Сочи еще в начале года 28 домов входили в число проблемных. Это многоэтажки, построенные по договорам долевого участия. Девять домов либо корпусов в новостройках уже исключены из этого списка. В ближайшее время из числа проблемных планируют исключить еще не менее пяти объектов.